Всем здорова, чуваки! С вами Макс Алунин и Костя Радыгин. Это замечательный московский кальянщик, которого я уважаю, наверное, больше всего в Москве, который удивляет меня до сих пор своими великолепными кальянами, и сегодня он покажет, какими именно кальянами он нас удивляет, и меня в частности. Еще раз всем привет всем с наступившим уже новым годом. Все пожелания уже были всем сказаны, уже давно-давно, слишком много слов. Пожалуй, что я здесь забыл, приехал я в Рязань по Black Trip. Black Trip – это наша с Максом задумка, по которой мы обязательно посетим очень много городов России и ближайшего зарубежья, в котором мы будем устраивать, проводить мастер-классы маленькие, общаться с очень многими интересными людьми, также будем вести видеоблог. Сейчас пока что я веду блог в Инстаграме, в Твиттере, в социальных сетях. Костя очень помогает в плане расширения информации, расширения видюх нашего замечательного блога, и он будет подбавлять своими крутыми видюхами, иногда общий контраст наш разбавлять. И, собственно говоря, Костя, так скажем, является официальным представителем, грубо говоря, команды Joy. И, собственно, по всей продукции, если вы находитесь в Москве, если вам впадло заказывать у кого-то что-то из городов, то вы можете всегда обратиться в Костя, и у Костя всегда это есть в наличии, и Костя вам это с радостью все отдаст, продаст, и накурит вас, короче, все круто. И, Костя, еще расскажи, чем мы сегодня будем с тобой заниматься, что-то нам сегодня интересного покажешь. Итак, сегодня мы забьем два кальяна. Первый кальян – это мой, кальян – это Ивана, на скайпской колбе, который вы сейчас увидите. Очень интересный экземпляр, который почти эксклюзивный, можно сказать, и является только моим. И мы забьем турецкий кальян, именно турецкий, забьем бахрейн. Причем на Ивана мы забьем сегодня очень интересную забивку. Мы поставим на него фрукт. Вот. Причем я не полностью привержу из фруктов, но сегодня там будет очень интересный микс, который вот именно идеально подходит. Ладно, я думаю, слишком много слов. Пора действовать, показать парням, как ты круто забиваешь на фрукте, и как мы сейчас раскулим турецкий кальян с настоящим турецким табаком, и поэтому погнали. Погнали. Итак, сначала мы забьем бахрейн в банан, перемешиваем его, потому что он у нас суховат. Смешиваем сиропчик, забиваем в турецкую глину глубокую, классическую. Засыпаем воздушно его. То есть объяснили людям, почему он делается именно так с бахрейном? Бахрейн изначально, вот в арабских странах, когда он курится, вот в Турции он, точнее, курится не в арабских странах, в Турции, курит бахрейн, вот культура курения его именно такая. Вообще, это очень нежный табак, который не любит пригрева, и нужно забивать вот именно так. Ему нельзя давать излишки воздуха или еще что-то. Вот, заливка чашки должна быть примерно вот такой. Мы не делаем ни колодцев, ничего. Бахрейн просто засыпается воздушно, и все. Натягиваем четыре слои фольги. Я делаю матовую сторону. Есть какая-то предыстория, почему именно так делается бахрейн, в плане того, что почему по-другому нельзя? На самом деле, мы бахрейн пытались забить в много во что, возможно, это была из-за партии не очень удачная партия, и бахрейн такой тяжелый табак, который очень тяжело, правда, забивать, и мы когда начинали экспериментировать, забивать его фану, он просто вкус отдавался, но он не дымил абсолютно, а бахрейн должен дымить, если вы знаете. Причем бахрейн дымит хорошо. Прокавываем дырки везде, в центре тоже делаем дырочку. Вот, так у нас должно быть. Неважно, сколько дырок, повседает. Итак, вторая забивка. Мы забьем на апельсин, внимание, на апельсин мы забиваем загул и лимон. У нас 60 загула, 40 лимона на апельсине. Это очень интересный микс, который будет куриться совершенно не так, как на чашке, потому что апельсин будет отдавать больше цитрусам, и мы не будем чувствовать чисто всю крепость от загула. Загул у нас станет мягче за счет, ну, вообще лимона он у нас раскрывается так, что именно сам привкус чернослива, он чуть уходит, но у нас остается привкус табачный. И за счет добавления этого все в забивку в апельсин, вкус становится еще интереснее, и мы будем чувствовать табачный привкус как раз такими с цитрусом. Это вот очень интересная вещь. Итак, фрукт. Сначала мы разрезаем, отрезаем верхнюю часть. Получается вот у нас примерно такая. Вот это будет глубина нашей чашечки. Кладем стороной вниз, берем нож для сердцевины, и снизу мы прорезаем наш фрукт. Примерно нам нужно до серединки, то есть делаем колось для чашечки. Вот ровно по серединке мы прорезали. Так, вытаскиваем. Дальше самый важный момент, который это, это как вырезать правильно фрукт. На самом деле мы берем вот за кончик ножа, я вырезаю кончиком ножом, и вот просто начинаю срезать, и именно срезаю сердцеину, не срезаю корочку. Просто произвольно вырезаем вот чашечку. Также мы можем контролировать глубину чашечки, когда забиваем на фрукте, и сможем подгонять ее под себя, то есть под количество табака или еще что-то. Ну, сделаем чуть побольше. Дальше, сделаем такую не очень глубокую чашку, но и немаленькую, среднего размера. Дальше нужно обязательно просушить фрукт, потому что цитрус, он слишком влажный, и загул у нас все-таки сухой табак, который любит и курица в сухой температуре, точнее, в сухом климате. И нам нужно просушить фрукт, чтобы у нас ничего не текло. Для этого мы просто берем салфетки и прям высушиваем его, высушиваем его как можно сильнее. Вот, примерно у нас высушенный апельсин, представляет из себя вот такую вот печь. Вот у нас кладется, видно свет, чтобы подвести его. Я просто покажи. Ага, вот, так важно, сухой апельсин, в принципе. Дальше мы берем, смешиваем и просто отжимаем. Можешь объяснить, почему ты отжимаешь? Да, я отжимаю загул, причем вот это очень удивительно, как бы загул считается сухим табаком, но я в любом случае его отжимаю. Отжимаю для того, чтобы сироп лимона смешался с загулом и сделал его более пропитанным. И когда ты отжимаешь сироп, который содержится, несмотря на то, что загул не содержит сиропа сам по себе, ну, у него есть вот вымочка, которая образуется, и она должна тоже полностью перемешаться. И также я подсушиваю табак, чтобы он лучше курился. Ну, нахло высушивается. Я сушу нахло просто. Вот мы примерно отжали вот прям такой же сироп, вот потек у нас, да, лимончик полностью отдался в загул. Дальше я показываю способ, как распушить легко табак. Мы ломаем на две части колбаску и просто так перетираем ее. Вот, потом ладошку перетираем. Вот примерно таким образом у нас почти уже распушенный полностью перемешанный табак. Просто сейчас мы просто домешаем чуть-чуть еще, буквально так. Два моментика. Вот, у нас получилась вот такая консистенция. Дальше мы просто засыпаем воздушно. А перетирать, когда засыпать воздушно, нам нужна обязательно спиралька во фрукт. Спиралька, чтобы в центр фрукта не проваливалось ничего. Сейчас, смотри, вот этот бабах. Да, можно делать зубочистками укладывать так вот донышко. Кто как любит. Также можно делать, например, рогатку. Можно делать спиральку, которая будет идти по окружности. То есть она будет плоской. Можно сделать спиральку, которая, наоборот, будет высокая. Кто как любит. Я люблю делать спиральку по окружности, которая будет плоской. Вот, сворачиваем произвольно. Вот такая вот спиралька у нас выходит, чтобы не падал. Кладем в сердцевину. На самом деле такая незамысловатая штука, но на мой взгляд намного компактнее и удобнее в работе, нежели в зубочистке. Да? Поэтому реально всем советую лично. Если нет ничего под рукой и не ищите зубочистки, лучше оторвите кусочек фольги и сверните из него спираль. Это будет куда более оптимально. Вот примерно воздушно, с маленькой горчкой мы засыпали наш табак. И теперь шилом чуть-чуть его подпрессуем и проткнем до центра колоться, чтобы тяг был очень легче. Так, еще лайфхалки для удобства. Мы берем чашечку и на нее ставим фрукт. Это вот для натягивания фольги. Потому что не очень надо на столе натягивать. Мы платно натягиваем фольгу. После этого мы натягиваем фольгу и прокалываем дырочки, прокалываем дырочки по всей плотой кости. Также в центре. То есть ты делал там колодец, правильно? Колодец был настолько маленький, если внимательно посмотрели, то, что фактически там колодца и нету. Дырки я не делаю в центре, только на фамлах, потому что там большие колодцы. А так всегда я практически не делаю вообще в кальянах колодцы. Единственное, что я могу, это просто проткнуть до центра ровно плоскостью шила, не разветляя ничего, проткнуть и проверить, чтобы у меня не завелась просто дырочка. Дальше мы обрезаем фольгу. И так аккуратненько сняли. Далее мы берем у нас 4 угля. Сначала мы раскладываем по краешкам. И припускаем фольгу. И начинаем потихонечку передвигать по плоскости апельсина, чтобы фольга везде прикипела. Собственно, придаем некую герметичность чашке, правильно? Да, конечно. Чтобы воздух не проходил. И вот так мы прикладываем места, где у нас фольги еще не стояли. И мы разогреваем сначала не табак, а мы разогреваем именно сами края. Чтобы она прикипела. Бахрейн мы ставим на самый край. Галяточки. Три уголька. Косовые. Как норм. Все. Итак, мы забили нашего кальяна. Поставили на Ивана фрукт. Очень интересно. Смотрится очень красиво, посмотрите эстетично. И у нас турецкий кальян лотус, турецкая чашка, турецкий табак бахрейн, турецкий халпак. Теперь самый важный момент, как правильно раскуривать бахрейн. Бахрейн нужно раскуривать нежно и очень мягко. И с каждым разом мы все увеличиваем тягу вдоха. То есть поначалу мы начинаем еле-еле его раскуривать. Сколько мы его прогреваем? Прогреваем мы его минут 5 максимум вообще. Ну, 5 минут до самого темы. Пока Костя раскуривает, хочу от себя сказать, что видео уже у нас получается таким, ну, не особо веселым, но на самом деле очень информативным, чего в последнее время и на самом деле делает народ. И, собственно, сегодня Костя, на мой взгляд, показал вам очень интересную методику, об очень интересных кальянах. А так про этот кальян, Костя, про фрукт, про ваню, на очень красивый, просто нереально красивый хобби, вот Каи. Я курю апельсином, могу сказать, что мне очень нравится, в принципе, не нравится загул, но очень нравится именно в таком сочетании, реально с лимоном, реально в апельсине, он совсем по-другому раскрывается, и это стоит того, чтобы попробовать. На мой взгляд, просто обязательно, просто, на мой взгляд, на пятерку сделал Костя кальян, потому что он реально очень суперский. Вот и раскруился у нас, пожалуйста, бахрейн. Сейчас он отдает у нас максимум вкуса, и он у нас получился максимально дымный. Вот это вот самая важная позиция, попробуй, скажи свое мнение. Что нужно добиваться вот именно от бахрейна? Вот если он должен дымить вот именно так, то есть должно быть много дыма, практически мы не снимаем на протяжении всего курения колпак. Колпак у нас играет роль экрана и постоянно поддерживает жар. Самое важное в бахрейне, запомните, если он начнет перегревать бахрейн, он не станет горчить, он перестанет дымить. Это вот самый важный фактор, которому его очень тяжело восстановить. Поэтому следите за тем, как вы его забиваете, как вы его прогреваете и правильно раскуриваете. На самом деле, да, в принципе, и про этот кальян. Я, мне знакомый, привезли из Турции, собственно, этот бахрейн. Сколько бы я его не перепробовал, тоже по разным методам курить, но он не давал такого эффекта, прям вау, и даже не давал эффекта хорошо. А сейчас он дает, я как бы не скажу, что он дает эффект вау, но он уже дает эффект хорошо, это определенно. Поэтому, собственно, эта методика очень такая простая, но в то же время со своей незаморочкой, мне кажется, достойно внимания. И реально получился очень интересный рассказ, поэтому... За методику отдельное спасибо Евгению Мамонову. Евгений Мамонов, респект. И респект Кости, который и поведал нам об этой всей такой небольшой, но классной тайне. Наконец-то разобрались с апельсином, как его можно классно, интересно забить, используя неранцезированный табак за голову. И, как, грубо говоря, правильно и, по крайней мере, оптимально забивать турецкий кальян. Нам не хватает, конечно, только морпуча, мы курим на обычном силиконе с нашей трубкой. Но и так все прекрасно. На этом, собственно, мы, наверное, попрощаемся, да, Костя? Попрощаемся и чего ты скажешь? Скажем, самое важное, наверное, уже ключевая фраза стала, да, что я желал на Новый год, в принципе, всем это забивайте и забивайтесь. На этом всем пока, с вами был Костя Радыбин, Макс Алонин, всем счастливого, до свидания. Москва, Рязань. Мы закончили съемку, мы закончили... Не, мой трип не закончен еще, у меня еще предстоит Воронеж, в котором я проведу мастер-класс. Сегодня мастер-класс будет в Коплэйсе, но не об этом. Расскажем о моей детке, о моей любви, о которой я, таская по своему блэк-трипу, чтобы вы меня видели с этими сумками. Итак, вот это вот, это попка ее, да? Прям, смотри, как смачно. Вот это вот, это Кайорокс. Это немецкая колба, это братиславское стекло, покрытое камнем. Такой ни у кого нету. Она есть у меня единственная. Просто муа! Она прям каменная, короче. А тут вот сот, если вы видите, да? Ладно, Костя, мы все поняли, что у тебя будет сегодня горячий сот со своей колбой. Вообще, просто, папка, вы смотри, какие у нее прям, жопа жирная, да? Ну и, конечно же, Иван, мой. Мой Иван. Смотрите магию. Она весит килограмм пять, наверное, колбу б***ь с водой.